Инесса Финкельштейн А если знаю, не вижу никакого смысла в том, чтобы даже начать забираться. Тататания – очень модное состояние ряда общества, благоустроенных для неких отдельно взятых ими же самыми. Ну что мне пенят на них сегодняшних? Не ими начался отчет времен, и не они выключают свет перед уходом. Я сам себе голова, не взирая на депрессию и бессмыслие. Я смотрю кино про роботов и точно знаю, что свобода – это вовремя найденный собственный путь, а любовь – это одиноко прочерченный путь, причем друг к другу. Это знание говорит мне, что я больше не ты, презирая погодные условия и личные неурядицы, улыбаясь встречным и не скорбя об их отсутствии на некоторых участках пути. Я переполнен разноликим знанием, как газетная полоса, состоящая из одних заголовков. Я могу исписать мелким почерком стены и потолок моей комнаты тем, что до меня приходило в голову множество по временам кататонических личностей. Я не могу только встать и пойти, потому что сладостная кататония справляется с моей мотивацией и мышечной активностью так же легко, как я с моим игривым котенком. Всякого только целители предлагали мне поменять стереотип движения еще до его начала. Они советовали скользить, плавать, летать. Они упрекали меня в линейности, не гибкости, и во всех тех же понумерованных до меня смертных грехах. Они советовали мне очистительные клизмы перед выходом и крики в туннели на первой остановке. Я не стал с ними спорить. Я далек от дебатов, брейнштурмов, консенсусов и от массовых молодежных движений. Я принципиально не участвую в гепаратах и первомайских демонстрациях. Да, и понятно, какие уж там шумные уличные действия для человека, который не ходит. Ну, не знает он, как это делается. А зато я знаю, как пользоваться поисковиком Google. Я нашел того, кто знает все обо всем. Того, кому будет по-настоящему легко решить мою проблему. Того, кто вместо меня найдет мой путь и одиноко подчертит его к моей любви. Я дозвонился до Парацелса. Завтра у нас встреча. Субтитры создавал DimaTorzok